добрый день всем кто зашел в гости на мой канал рада вас приветствовать сегодня я буду укоренять листики мне нужно размножить несколько сортов фиалок и я решила снять видео в котором хочу вам показать сорта которые буду размножать покажу вам листики какие буду брать для размножения ну и сам процесс укоренения листиком в этом видео мы с вами тоже рассмотрим чем-то кому интересна эта тема приглашаю оставайтесь значит так самое первое что я сделала это отобрала те розетки с которых буду снимать листочки я помыла эти фиалки вот чтобы листики были чистенькие не пыльные и без шерсти домашних животных это нужно делать обязательно особенно если вы укореняете листья осенью или весной в межсезонье скажем так вот в межсезонье у нас очень часто фиалки болеют мучнистой росой мучнистая роса появляется там где влажно и где перепады температуры поэтому в такие моменты важно соблюдать так сказать стерильность да вот помыли фиалочки листики помыли обязательно их просушили чтобы листики были без капелек мы их ведь укореняем в тепличке там и так повышенная влажность поэтому нам нужно чтобы листики укоренились они загнили так кто-то может быть спросит на можно ли фиалки мыть потому что я вот иногда читаю такие комментарии от пользователей которые уверены что фиалки купать нельзя так вот фиалки можно купать они любят такие процедуры их нельзя опрыскивать единственный момент если вы моете свои фиалочки мы должны следить чтобы там где они у вас просыхали было тепло не было сквозняков вот когда вы моете фиалки старайтесь особо не заливать точку роста что еще как мы челки я наверное сниму как я мою фиалки я сниму отдельное видео не буду сейчас на этом заострять внимание в общем-то понятно помыли листики просто водичкой просушили ну и дальше мы сейчас будем приступать снятию листиков для размножения так ну а сейчас приступим самая первая фиалка это сорт як черная жемчужина смотрим на розеточку вот такая вот не очень красивая розетка потому что она у меня на подоконнике сейчас уже на подоконнике прохладно вот что конечно же сказывается и на цветении на внешнем виде самой фиалки значит какие какой лист я буду снимать здесь смотрим все листы в принципе пригодны для размножения абсолютно все листики но я выберу самый ровный лист вот есть он у меня вот такой вот лист который вот слишком к низу да как бы обнимает горшочек его не не удобно будет укоренять он неудобно будет держаться поэтому я выберу самый ровный допустим вот этот мне не жалко снимать лист даже с 3 ряда вот в этом случае потому что я планирую эту фиалку переукоренять и ставить ее на фитиль на стеллаж так все понятненько да вот такой вот листик сняли отставляем его идем дальше дальше у меня сорт лес золото небе лунгов красивый сорт желтоцветковый фиалочка только начало цвести розеточка смотрите какие листики подгорели под лампой то есть слишком интенсивное освещение и вот сразу листики вот такие вот некрасивые но тем не менее для размножения здесь подойдет любой листик я выберу лист с нижнего ряда самый такой вот зелененький вот просто беру его обламываю вот так вот если там остался пенечек на стебелечке то ничего страшного его потом как только он начнет темнеть нужно главное вовремя снять вот такой вот листик симпатичный ли золото небе лунгов тоже его отставляем чтобы не перепутать сорта так дальше у нас дальше у нас вот такая вот лейлона по поводу вот именно вот этой розетки я вам потом отдельно сниму видео потому что это фиалка не совсем здорово вот смотрите какие красивые цветы крупные такие розово-коралловые полумахровые очень такой хороший сорт пользовался популярностью в этом сезоне так вот листик с нижнего ряда я снимаю так его я буду укоренять но эту розеточку пока я вот так вот оставляю потом я сниму видео я буду ее вообще полностью переукоренять и расскажу вам почему так идем дальше это детка rs птица феникс не перепутать путаю вечно название я одну розеточку цветущую меня очень очень попросили и я ее продала а себе выращиваю сорт заново сорт не спортивные поэтому я не боясь уже с детки буду снимать листик она еще хоть у меня и не процвела вот один листик вот такой вот это молодой лист здоровый подойдет прекрасно для размножения вот такого размера сама детка но это уже почти стал так отставляем листик здесь понятно да так вот синичка смотрим у меня взрослая есть розетка вот синички но там листики не совсем так вот подходят для размножения там я как-то розеточку одно время испортила листики перекормила вернее не перекормила на сух на сухой грунт полила удобрениями и в общем-то некрозные листики но сорт мне надо размножить я беру буду брать листик для размножения вот с такой вот детки вот синичка сорт точно также снимаю вот такой вот лист вот все вот этот лист молоденький хорошенький отлично подойдет для укоренения так вот синичка оставляем я не боюсь с деток таких снимать листы вот уже говорила неоднократно что иногда иногда это даже нужно делать потому что часто бывает такое что или же нужно размножить сорт чтобы был дубль или же пропадает по какой-то причине и чтобы сохранить сорт то нужно стараться укоренять любые листья старые молодые маленькие механическими повреждениями и так далее тому подобное так еще один сорт который буду размножать ег сердце россии пестролистная розеточка вот такой вот такая красивенькая аккуратненько здесь я буду снимать лист самый-самый нижний это не о не совсем молодой листик это уже ну он и не старый и не молодой вот они три листика 23 их нужно как бы уже снять вот поэтому старые листы если они совсем желтые и некрасивая дан уже видно что состарившиеся конечно же укоренять нежелательно ну вот такие листики которые просто скажем так зрелые еще можно укоренять ег сердце россии весь листья укореняются долго потому что лист ой сорт пестролистные вообще насколько я заметила такой долго играющий сорт вот на деток жадный максимум три детки мне листик один давала так одна две детки поэтому я буду укоренять постепенно все три нижних листочка вот в общем то вот такой вот листик я снова с этой розеточки так отставляем и есть еще у меня один сортик который тоже срочно нужно размножить это а в джульетта этот сорт у меня уже очень давно в коллекции всегда держала дубли а в этом году что-то как-то все раз продала и дублей у меня не оказалось вот и спрашивают этот сорт очень часто спрашивает это розетка у меня на подоконнике на верхнем поливе хотя в принципе я ее могу и на фитиль поставить уже начала зацветать вот днем очень солнечно и в общем-то от солнечных лучиков цветочек пропал не успел не успев еще толком раскрыться сами листики как вы видите тоже пострадали от солнышка они такого жестковатого жесткие на ощупь это пересвет вот и немножко не зеленого цвета то есть такие поджелтели я буду снимать здесь два листика с этой розеточки вот выберу листики по зеленее вот один вот такой вот эти листы тоже укоренятся ничего как бы страшного нет а вы джульетта тоже жадный на деток максимум это тоже три детки в лучшем случае а так очень часто одну поэтому буду укоренять два листика так ну в принципе все листы сняли теперь сейчас будем приступать к размножению я уже все приготовила вот стаканчики подписанные грунт классман с разрыхлителями и увлажняла я грунт препаратом максим разводила препарат максим и увлажняла грунт предварительно потому что опять же осень перепады температуры тепличные условия нужно себя по максимуму обезопасить чтобы листы укоренились они пропали так вот такой вот черешок у нас обламываем его оставляю я сейчас где-то вот такой черешок раньше оставляла короче вот такой почему изменила так сказать технику укоренения стала замечать что иногда лист не растет вообще по-хорошему когда укореняешь лист он подрастает в процессе укоренения бывает такое что он не растет вот и когда детки начинают появляться они листовая пластина начинает мешать расти деткам приходится эту листа эти листочки обрывать что не очень мне нравится поэтому я сейчас стала оставлять черешки подлинше детки растут так свободнее кстати многие у многих тоже так замечаю видимо эта проблема не только у меня вот чуть-чуть вот так вот показываю раз обломали немножко не глубоко вот просто ставили листик и все здесь все то же самое чуть-чуть глубоко не нужно потому что потом деткам будет сложно пробиться будут кривые косые детки некрасивые так идем дальше здесь тоже вот раз и ставим иногда листики вот плохо обламываются тогда нужно обязательно срезать в данном случае хорошо обламываются не нужно ничего срезать а бывает так что ломаешь его он не сломывается а мнется это не нужно плохо если сминается вот это вот часть тогда тоже быстрее всего пойдет загнивание то есть лист не укоренится а пропадет поэтому если видите что не сломывается тогда берите острый нож лезвие и срезаете так ну а сейчас я вот эту тартовницу накрою пищевой пленочкой и поставлю на стеллаж под освещение дело в том что вот если я укореняю листья летом да или же зимой когда уже температура в доме как бы постоянно я могу поставить листики пока они укоренятся где-то на остаточное освещение рядом со стеллажом там ну вот если я укореняю листья осенью вот в межсезонье когда еще перепады температуры дома есть либо же весной я обязательно эти листики ставлю на стеллаж под хорошее освещение это защитит их от такого неприятного заболевания о котором я говорила вам в начале видео мучнистой росы в том году у меня была такая напасть я поукореняла листья да еще покупные и они толком не успев укорениться подхватили у меня мучнистую росу мне пришлось их потом брызгать просушивать в общем то оттянулся момент появления деток и детки эти росли дольше чем если бы все прошло так скажем по другому немножко так вот такое вот видео я для вас решила сегодня снять кому было интересно ставьте лайки кому что-то непонятно задавайте вопросы в комментариях всегда отвечаю на этом всем всего доброго не забывайте подписываться на мой канал если вам нравится в общем то до свидания я